Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня будет очередной обзор на канал Лены Хэппи. Нет, мои хорошие, Леночка не вышла из своего укрытия. После того, как ее пытались разоблачить все, кому не лень, видимо, пока еще она не решила, как же она будет выходить и что она будет делать, что она будет говорить. Многие, конечно, считают, что Леночка просто сейчас не может найти правильные слова, с которыми ей необходимо выйти перед своими зрителями и как-то объяснить вот эту всю ситуацию. Но, вы знаете, я думаю немножко иначе. Я думаю, что с Леной просто как с гуся вода. Она уже столько-столько чудила, в том числе и открывала, и закрывала каналы, и потом спокойно, как ни в чем не бывало, появлялась перед зрителями, и начинала чехвостить правильно кого? Конечно же, нас, хейтеров. Скидывая на нас все свои проблемы, всю свою вину, мол, вы все придумали, вы, как всегда, варете, вы во всем виноваты, а я светлая, чистая, непорочная и святая женщина, и вы меня просто не поняли. Но все же, друзья мои, Лена уже сейчас предпринимает попытки возврата на YouTube, и она выложила пару видео, те видео, которые уже были на YouTube, которые она потом скрыла, и вот сейчас опять их выложила. И одно из этих видео я как раз-таки не смотрела, и сейчас я с вами буду обозревать видео «Смеюсь и танцую», да-да, именно его. Ну что ж, в этом видео «Смеюсь и танцую» Лена, конечно же, довольная, конечно же, счастливая. Даже несмотря на то, что в клинике еще не все доделали, да какие там зубы, Господи! Разве речь сейчас идет о зубах, когда рядом такой молодой и красивый смазливый турок? В общем, да, сейчас у нее еще пока есть возможность вдохнуть воздухом свободу в измере, а также насладиться морем и обществом Селима. Демонстрирует нам поездку с турком в машине. Он ведет себя, конечно, вообще, блин, знаете, по-свойски. С Леночкой по-свойски она ему подыгрывает. Они оба пританцовывают в машине вообще просто. Глядя на них, можно сказать, что влюбленная пара. И строит из себя молодую девушку. Лена строит из себя молодую, показывает нам розочку. Ну, мол, типа, смотрите, смотрите, он для меня ее сорвал. А дальше начинается истерический гогот Лены. В то время, когда турок заходит в воду, Лена начинает гоготать. Ну, вы знаете, делает это очень как-то наигранно на камеру, давая нам понять, мол, смотрите, смотрите, как мне хорошо, смотрите, как мне весело. Смотрите, какой он молодой и жгучий, и завидуйте. Причем это Василима Леночка нам снимала со всех ракурсов. И так, и эдак. И в одежде, и без футболки, и в воде. И когда он отжимался, я так понимаю, что это не только может быть для нас. Может быть, еще снимает она его для себя, так скажем, для истории. Когда она уедет домой к Родне, то длинными зимними вечерами будет тихоря от Родьки смотреть и любоваться молодым туркам. Ностальгировать, так скажем, по тем временам, когда они проводили вместе столько времени. Лен, пожалуйста, я тебя прошу, сделай это так, чтобы Родька об этом не знал. Не дай бог он увидит Селима, взревнует к этому молодому жгучему мужику и выставит тебя со всеми твоими монатками из дома. И что тогда делать? К Вильке ты уже не побежишь, ты его уже ославила просто, вот, на всю Ивановскую, да. Бежать тебе уже просто некуда. Ну, если только в Измир к этому Селимчику, хотя я боюсь, что без денег ты ему точно будешь не нужна. Знаете, могу предположить, что Родя, конечно же, и видел все эти видосы, и значит, он в курсе, кто этот молодой мужчина. Вот не верю, вот не верю, друзья мои, да, как Леночка все пыталась нам представить. Сейчас она, правда, путается в показаниях. Раньше она говорила, вот, мол, я понимаю, что я для него много значу. Сейчас она говорит, нет, 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 между нами никогда ничего не было. Ну, вот, честно, даже, да, я не верю в то, что у них были действительно какие-то отношения. По крайней мере, я не имею в виду секса, я не знаю, был у них секс или не было секса. Я имею в виду Лену и Родни, да. Я имею в виду в то, что, я не верю в то, что у Родни есть к Лене какие-то чувства, потому что, если бы он был действительно заинтересован в ней, как в женщине, он бы спокойно не мог смотреть и относиться к тому, что его женщину сопровождает. Молодой мужчина, кстати. И вдобавок ко всему, этот мужчина ведет себя так, словно они уже давние любовники, а она ему во всей этой ситуации подыгрывает. Понятное дело, никакому мужчине такой момент был бы неприятен, правильно? То есть ему, по сути, наставляют рога. И он спокойно молчит. Возможно и правда, и нет у них никаких отношений, нет у них никаких любови между ними и даже, да. И просто Лена, наверное, действительно, может быть, живет с ним на правах сиделки, на правах помощницы за жилье, а заодно, в принципе, с ним открыла, так скажем, совместный траковый бизнес. Ну, не знаю. Кстати, Лена сказала, что на трак нашли водителя и все теперь отлично. Трак не будет стоять, трак будет работать. Аллилуйя. Далее продемонстрировала нам других мужчин. Ну, блин, да, вообще, не могла она удержаться. Вот эти тоже молодые турки, они прыгали в воду со скалы. Интересное было зрелище, было красиво, да, наблюдать за ними интересно. И Лена, кстати, не стала стоять в стороне и решила тоже не отставать от этих турков. И забралась в воду в платье. Видно, поняла, что не может выглядеть так же грациозно и сногсшибательно. Но поскольку ее фигура еще оставляет желать лучшего, да, как вот эти вот молодые турки, и полезла в море, как говорится, в чем была. Слава богу, не в чем мать родила, а в чем была. Была она все-таки в платье. А может быть, конечно же, и не только из-за этого. Может быть, Леночка и уверена в себе, и ей вообще плевать, и она считает, что она красотка, и она уже похудела. А ей, может быть, просто захотелось включить, знаете, такую девчушку. Включить девчушку перед этим Селимом и поиграть с ним. Ну, мол, типа, побыть на его уровне такой же молодой. Типа, она способна на такие дурацкие поступки. Эдакая, знаете, нехорошая девочка, которая хочет ему показать, что она еще ого-го, как много всего может. Да, глядя на счастливую Леночку, я вот понимаю, что Леночку хлебом не корми, а дай понтануться перед нами, перед хейтерами. Вот, знаете, очень много было таких ситуаций, когда Лена действительно эти ситуации сама создавала, дабы просто щелкнуть хейтеров по носу. Вспомните ситуацию, когда она устраивалась в аэропорт, да, и, зная прекрасно, что там она работать не будет, поскольку ее не устраивала зарплата, была для нее слишком мала, зная, что идет на это место, зная, что занимает чужое место, она сказала, ну и что, да, я знаю, что я там работать не буду, но зато я утру нос своим хейтерам, чтобы они знали, на что я способна, чтобы они знали, чего я стою, и чтобы они знали, как много я могу. Вот, кстати, да, вот этим Леночка, к сожалению, и занимается. Она живет не столько для себя, сколько для того, чтобы утереть кому-то нос, по сути, пустым, чужим, вернее, посторонним людям, и пустить им пыль в глаза. Только, к сожалению, не понимает, что от этого страдает сама, а не ее хейтеры. Ведь это ее жизнь, с которой она играет в кошки-мышки, да. И еще хочу заметить, отметить, что вот я обратила внимание на Леночку, она все время показывает, что она питается очень-очень правильно, но, если честно, я как-то вот в этом платье, я не заметила, чтобы она очень сильно похудела, потому что, если бы она действительно сидела на одних салатах и фруктах, и ела бы такую еду, да, то она бы уже сбросила бы за это время, поверьте мне, наверное, килограмм 15-20, может быть. Я думаю, да, сбросила бы. Ну, а может быть и нет. Друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор. Не судите строго, естественно, всех целую, обнимаю. Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.